Здравствуйте, уважаемые жители Колыванского района и жители Ордынского района. В волею судеб я поехал в Красноозерку и остановился в поселке городского типа Ордынское. И хотел посмотреть, чем живет этот поселок. Достал видеокамеру, фотоаппарат и заснял то, что мне понравилось, что привлекло мои глаза. Что отличает поселок численностью 8 тысяч населения и поселок численностью 10-12 тысяч населения, рабочий поселок Колывань. Преимущества и недостатки. Когда я приехал в Колывань, думаю, дай я и в Колыване то же самое засниму. Те же самые дом культуры, парк, расположение около администрации, что здесь находится, дорогу, тротуары, ну и еще что попадет на глаза. Вот чем привлекает один район, один поселок и второй поселок. И я решил сделать такой сравнительный анализ. Потому что так получается, что и глава Ордынского района Орел Олег Анатольевич работает главой района с 21 сентября 2017 года. А глава Колыванского района Артюхов Евгений Геннадьевич работает главой Колыванского района с 25 апреля 2018 года. То есть разницами у них примерно там полгода. Чего достигает один глава и чего достигает второй глава. В описании под видео я добавлю два комментария. Один комментарий, кому понравился больше Колыванский район, поставит здесь лайк. И кому понравился Ордынский район, поставит там лайк. Итак, вашему вниманию два сравнительных видео обзора. Поселка городского типа Ордынское и рабочего поселка Колывань. Спасибо за внимание. Заехал в Ордынское. Дом культуры Ордынский. На что прилипает глаз, друзья. Ну, не знаю, конечно, я, наверное, дикий человек, абсолютно дикий. Но тут моргает и температура, и номер, и время какое. Здесь такие колонны, вот такие вот перильцы, крылечко. С той стороны существует велосипедная стояночка. И такой вот, не знаю, давайте дойду, прям покажу. И такой замечательный подход там для инвалидов. Какая там она среда, там у нас доступная среда. Вот, и сравнить, да, там, ну, тоже не без недостатков. Да, может быть, она зимой скользкая. И полным-полно места для вот этого вот велосипеда. Дальше, рядом с Домом культуры, на территории Дома культуры, здесь все скошено, прям совсем недавно. Что-то я еще потом пройду. Мне это просто интересно. С этой стороны парковочное место, и такое вот большие деревья, сосна стоят. Огромные. Огромные сосна. С той стороны, дальше, прям как в Колыване, тоже памятник Ленина в шаговой доступности. Там дорога, по-моему, какая-то сквозная. Вот. Скамеечки, конечно. Вот такие вот, такие и есть. Мусорки. Мусорки. Ну, удивление, да, пустая. Ну, вообще, это сегодня там, среда, четверг, не помню, какой день, недель. Ну, вот. Не откурков, могу сказать. Так, инспектор приехал. Да, не откурков, ни бутылок, ни полторашек. Ничего этого нету. В парке, напротив памятника Ленина. Да, конечно, дизайн своеобразный. Вот так вот заляпано. Ну, не знаю, как бы я бы, так бы, конечно, не делал. Ну, особые, особые люди, да, тоже. Ну, интересно, это все заляпано вот такими разводами. Здесь памятник Ленину. И QR-код. Проект технологии на страже истории. И лично практически как наш. Вот. Ну, тоже замученный, замученный. Он развалится, ему там пять лет осталось максимум. Да, да, на что еще обращаю внимание. Здесь вот тоже скамеечка такая своеобразная, деревянная. И мусорка. Обращаю внимание. Дальше. Что здесь? Сейчас еще пройду. Это прямо там цветы висят. Ну, я реально, вот как бы, ну, я же с Колывани. Я же совершенно, Ордынка, это по населению уже меньше, чем Колывань. Ну, чтобы там в Колывани где-то вот такие вот цветы висели. Да, это же несусветное дело. У нас же денег-то нет. Не, не, не для этого. Ё-моё, подожди. У-у-у, а там, а там вот поверну, поверну, там вообще какие цветы. Плохо уже не все видно. Но я не знаю, что это такое за здание. Просто не знаю. Дальше. Еще хочу показать. Новый тротуар. Тротуар из асфальта. Из асфальта новый тротуар. Тротуар новый, из асфальта. В Колывани где? Я считаю, что это прямо в этом году у них сделано в Ордынке. Тротуар новый, из асфальта. Где? В Колывани. Он существует? Ну, кто-то скажет, а вот там бутылку не заснял. Ну да, бутылка одна, там вот вторая. Да, вот это тоже очень понравилось. Ордынцы, я не знаю, я, наверное, на канал выложу. Потому что в Колывани до этого не дошли. Оно, как никто другой, я точно знаю. Было запланировано. Но из этого, как называется, из сметы вычеркнуто. Из-за того, что это все пустое. Там была красивая ДК «Юность», должна была быть надпись, когда дом культуры наш ремонтировали. Но до этого не дошло. А здесь вот такая РДК коллектива Ордынского. Народные коллективы. Прям все на улице, все вот так вот сделано. Люди видят, ну, ордынцы видят себя. Народные коллективы. Творческие коллективы. Бриз, юла, ритмы, рампики, другая реальность. Ну, вообще, красавцы. Да, там, да, все, не без недостатков. Понятно, там фундамент, этот отмостка разлагается. Все это есть. Есть, есть моменты. Рядышком трава. Скажите, в каком месте в Колыване существует в центре газонное, газонное покрытие, газонное, подстриженное? Просто скажите, я просто его не знаю. Я его никогда не видел. Около ДК вообще не видел газонную траву. Это газонное покрытие. Это газон посадили, газон скосили. Вот даже видно, что вот здесь вот скошено, это совсем недавно. Это газон. Это не просто само наросло. И это скосили, не знаю, вот, ну, может быть, вчера, сегодня. И нету никаких лишних бутылок, полторашек и так далее. Дичь, не чайшая для меня, это несусветное. Я не знаю, я не знаю, почему у меня вот столько много вопросов к администрации РП Колывань. У нас что, рук нету в Колывань? У нас голов нету, мозгов нету, совести нету, денег нету. Мы в другой части вселенной находимся. Почему в Новосибирской области такой же замученный район имеет вот это, элементарные вещи, я не знаю, это прям, ну, совсем элементарный газон. А у нас в Колыване нету. По факту еще, да, вот. Вы думаете, оно само вот так вот выросло, округлилось, вот эти деревья. Сами прям так раз и закруглились. И сравните, что у нас находится около магазина Солнечный. Здесь, конечно, ненасильно и сильно отличается, но закоряшки, которые там оставили около Солнечного, не знаю, это специально. Вот я был, когда в школе, я говорил, Бабки Ёшкин лес. Вот это вот специально вот так вот у нас в Колыване сделано. Здесь как-то маленечко, хоть подлиннее оставлено. Значит, сравниваем Ордынский дом культуры и Колыванский дом культуры. Значит, здесь у нас, конечно, катастрофа. Сверху там что-то разломалось, хотя два года назад его весь чинили и крышу перезаливали. Я не знаю, что это такое. И с той стороны то же самое. Ну, короче, подрядчик что-то там, видимо, просмотрел. Вот. Здесь подъемная площадка. Ну, да, как бы сказать, не скользящая. Она раньше была железной, потом сделали. Теперь гораздо интереснее стало. Все ровненько. Вот в этом месте, ну, видно, да, вот еще раз показывают. То есть там что-то какая-то катастрофа. Вот здесь у нас море-океан. Ну, это достопримечательность Колывани. Да, какая-то ложбинка сделана. Но, очевидно, недостаточно глубокая. Голубокая. И здесь все это бежит. И самое интересное, вот это вот все. Куда оно бежит? Оно бежит и вот здесь делает тоже море-океан. Ну, так придумано такой проект. Я не критикую, я факты излагаю. Как вы думаете, куда это все? А это куда-то вон туда должно побежать. Ну, так вот придумано. Дальше. Дальше. Вот здесь, вот в этом месте, вот здесь, вот здесь должна быть большущая такая стелла, или как называть, объявление, какие кружки. Ну, они вот в целях экономии, а бюджета было срезано. И, насколько я знаю, Нина Борисовна согласилась, чтобы ее убрали. Потому что не хватало денег на вот эту тротуарную плитку или на вот это вот резиновое покрытие. То есть на что-то не хватило. Вот. Здесь, конечно, тоже у нас, как в парке, существуют правила эксплуатации. Ну, штраф не написан. Никаких видеонаблюдений не предусмотрено. Раньше здесь колывания была видеокамера, он там на стене. Она все это пилинговала, но ничего нет. Вот колыванская площадка детская. Вот с такими вот карусельками. Да, резиновое, конечно, да, не сравнить с тем, что там видели в Ордынском. У нас тут все с резиновыми покрытиями. Благодаря определенному стечению обстоятельств, изначально это было засыпано щебнем радиоактивным. Вот. А потом путем обращения в прокуратуру это все разрешилось и сделалось в это резиновое покрытие. Конечно, здесь тоже ничего не... Не то же. У нас тут ничего не подстригается. Это не оно. Не то пальто. Вот. Ну, не сравнить. Помните, сквозь забор подсматривал, что там на территории Дома культуры в Ордынске. Ордынский, ну, тут, конечно, другая ситуация. Крапива, татарская крапива, хорошая. И, как всегда, море, океан. Ну, дождики, потому что, понимаете, когда дождики, то у нас здесь все тонет. С тротуарами. С тротуарами, конечно. Не то пальто. Вот. Помните, я шел по Ордынскому и тротуар видел. Я не знаю, у нас таких тротуаров не существует. Асфальтированных. Здесь у нас все море, вот, все это заливается. Два здания хороших. Хорошо, что у них вот асфальтом все это сделало, что вода вся стекает на дорогу. Ну, а с дороги она куда хочет, туда пускай и идет. Это ее дело воды. Здесь около магазинов давным-давно, ну, точнее, ну, не знаю, с советских времен, наверное, здесь не благоустроено. И вряд ли будет благоустроено. Да, вот это здание Ордынской администрации. Что происходит? Мужичок один подметает. Я подошел к тому справа, который. И он говорит, я сотрудник администрации. Ну, не знаю, там. И вот у меня такая работа. Где я сотрудник администрации нашего района, который бы то же самое бы делал? Вот, здравия желаю. Да, чистота. Они говорят, а почему у вас не делают? Я говорю, ну, у нас же нет такого. У нас же яма, она против администрации гигантского размера. Там машина объезжает, и все это нормально считается. Вот, совет депутатов, администрация. Я не вру. Отдел ЗАГС, все здесь. Лавочки прямо около администрации. Ну, нормальные. Мусорки. Мусора нет. Все под метелочку. Здесь пустота, отвечаю. Ну, вот. Здесь какие-то еще привезли вазоны. Здесь другие лавочки тоже красивые. Красивые. Просто красивые лавочки. Можно сесть около администрации и посидеть. Бабушке, которая идет, может быть, с левой стороны на правую. Да, вот она, Ордынск. Ордынск, 1721 год. Скажите, а нельзя так написать? Колыбань. Такой-то год. Такого-то размера, вот такая штуковина. Не знаю. Большущий баннер. Красивый. Но он у нас тоже там что-то моргал. Парковка. Ёлки. Один в один. Флаж-штоки. Ну, спущенные, не знаю, по какой причине. Интересно. Да, центр поселка. Такой у нас, наверное. Да, здесь есть какие-то ямки-кочки. Ну, вот просто. Смотрите. Просто посмотрите. Улица. Да, сравните. Улица Ленина, около администрации. РП Колывань. И рабочий поселок, наверное, Ордынское. Просто вот нету этих четыре люка, которые все провалились. Знаки. Все существует. На той стороне. Не знаю, что это за учреждение. Интересно прям. Администрация. Тоже что-то написано чего-то. Ну, такие вот цветы. Это где? Там, наверное, около нашей проходки. Куратуры, такие же цветы. Может быть, около Сбербанка такие цветы. Может быть, где я? А, голодокаюность такие цветы. Может быть, там по Ордынке не ходят коровы. Здесь 9 тысяч населения, он сказал. Вот такой. Это в каком месте в Колыване находится? Вы мне покажите, я не знаю. Я давно не был, не хожу, наверное, пешком давно по Колыване и не вижу этого ничего. Что это такое? А, это администрация рабочего поселка Ордынское. Да, и совет депутатов. Это значит, у нас должно быть на улице Советской. Примерно вот такая красота. Это вот, да, около детского садика такие цветы стоят. И газончик. Да-да-да, точно. Около детского садика, около этого... Ну, как он называется-то тут? Там есть приемная Единой России, приемная КПРФ, этот... Нотариус. Вот такая же красота. Вот смотрите. Ну, сопоставимо. Это же около детского сада. Невозможно же представить, что такое было у нас. Вообще. У нас же денег нет. На 12 тысяч населения у нас есть много других проблем. И потребностей. Да. Ну, даже вот такое есть. Да. Каким-то образом подстриженная акация, насколько я понимаю. Каким-то образом подстриженная. И вот здесь еще раз я говорю, у меня глаз вылазит. О-о-о-о, асфальт. 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 Это асфальт. Это асфальт. И вот так вот снижение идет к дороге. И дорога целая, и она есть. И там ни трещины, ни ямки, ни кочки. Это вот на улице Ленина вот как-то так же у нас. Прям, ну да. А, и вот это. Блин, и вот это. И вот это, представляете? Вот это же дичь несусветная. Взятие около... Как оно? Магазин-то у нас называется. Зи... На перекрестке Ленина. С Сибириады который. И вот так вот, не знаю, попинать охота. Вот попинать охота. Нету ничего, понимаете? Раз, и заехали люди на парковку. И парковка вот с этой стороны выше, выше, чем вот здесь. То есть водичка раз, и на дорогу стекла. Но это же очень сложно. Блин, ну это же... Это же не бывает. И опять асфальт. Да что ж такое? Это что такое? У них тут, наверное, асфальтовый завод. Какие-то газоны такие. Ну, не засеянные, или спланируют. И вот так вот, раз, и опять. Остановка, и асфальтом заделана. Странно вообще. И видно, что свежак прям. Что такое? Как так? Ну, видимо... Ладно, про это я промолчу. Там что-то идет у нас в районе. А здесь, видимо, что-то не идет. И опять. Я не знаю, я просто иду. Вот я иду, куда глаза идут. И вот я туда иду. И вот она опять дорога, которую у нас советскую ремонтировали. И хренасть, представляете? Прям хренасть. Вот прям хренасть. 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 Вот этот вот угол. И вот здесь нет никакого стыка. И можно съехать и поехать. Аж он до туда. О-о-о. Я не знаю. Бюро технической инвентаризации. И раз, и прямо они отсюда. Это вот магазин там какой-то. Пятерочка, что ли? Как он назывался? Я не знаю. Напротив первого детского садика. Который там. Дорога у нас есть. А это вы там сами как-нибудь разберется. Сам магазин. То есть у них здесь дорога как-то по-другому решалась. Я не знаю, почему. То есть там была лужа моря-океан. Вы помните? Около библиотеки. Море-океан. Было гигантских размеров. Оно под дорогу не относится. Пойдет. И медленно так, не торопясь, подхожу я к администрации. Помните, около администрации Ордынска. Ну, какая дорога, да? И какая дорога здесь. Ну, у нас, конечно, гораздо интереснее, веселее и разнообразнее. Не сравнить с ровной дорогой в Ордынске, через которую проходит, я так понимаю, межрайонное передвижение. У нас немножко все повеселее. Это вот такая вот дорога. Да, еще туда до памятника Ленина дойду и так далее. Посмотрим, сравним прямо все это. Вот. Такие же, практически одинаковые ели. Одинаковые ели. Против солнца невозможно снимать. Сейчас перейду, чтобы было видно. Вот такие вот ели. И вот то, о чем я говорил и снимал тоже репутин. Репортаж. Говорил, что вот такое вот замечательное крылечко сделали в администрации. Да, цветы есть. Но вот в таком вот, в каком действительном состоянии, в таком есть. Вот такой замечательный крылечко, 800 тысяч рублей. И этот, как он, контролер-ревизор, я говорю, спрашиваю, столько стоит она? Говорит, конечно. Конечно, столько стоит. Сколько надо, столько и стоит. Вот такая администрация. Здесь вот еще несколько. Раз, два, три. Ну, пять и там, три. Там две. Семь. Клумб. Доски почета. Да, этим мы отличаемся. У Ордынск его я почему-то либо не обратил внимания, либо их нет просто. И вот здесь у нас, ну, тоже. Не знаю. Давайте подойдем, посмотрим. Ну, как бы вот, нету никаких косарей и не существует. Их быть не может. Это просто крапива. Да. И скамеечек тоже. Вот я специально медленно проведу сейчас. То есть около администрации не существует никаких скамеечек. Нету. У нашей Колыванской. Нет. Только вот там вот далеко, за памятником Ленина, в аллее. Они какие-то есть. Больше нету. Нет. Сейчас пойдем к Ленину и посмотрим. Ну, состояние памятника самого, конечно, значительно лучше. И выглядит он значительно лучше. Выше. Вот. С правой стороны у нас здесь находится прокуратура. Прокуратура. А вот здесь вот памятник. Не так нынче много. Памятник. Ну, тоже, да, никто его там не обкашивает. Один уникальный человек тут сделал звезду. Поставил клумбу в виде звезды. Но в районе нет денег, чтобы сюда сам засосить цветочки. Да, здесь вот такой вот памятник Владимира Ленина. И вообще, конечно, он тоже разваливается. И видны прямо дырки. Мне кажется, его там подмазывали нынче. Что-то происходило. Но вода течет. И я думаю, зимой он расщелкнется. Надписи тоже определенные. Этот человек сделал сюда таблички, потому что дети уже забыли, кто это такой. Коммунизм есть высшая ступень развития социализма. Когда люди работают, из сознания необходимости работать на общую пользу. Вот, снизу вот такой развал. Ну и дальше. Дальше вот как бы сопоставление. В сопоставлении как в Ордынском, так и вот в Колыване существует такая аллея красивая. Вот, ну и камеечки, традиционно мусорки. Вот, все это, можно сказать, сопоставимо. По поводу заросли травы, ну не критично, но не подстрижено давно. Не знаю, так вот. Такая вот наша Колыванька. С правой стороны восток суши. Там вчера было море, море, мусора. Вот, все это убрали. Молодцы. Все это я обратил внимание. Ну и вот такая вот у нас аллея в центре Колывань. Значит, я не знаю, как в Колыване это все производится. Но в Ордынском я не увидел вот этого ничего. В парках вообще. То есть там не было бычка, окурка. Две, три, полторашки лежало по кустам. И все. Здесь же, ну так понимаю, что экономят средства бюджетные. Вот. И очень все предельно экономно. И, соответственно, двух человек, которые бы каждое утро там проходили и делали косметическую уборку, не способны. Да, там бутылки, бумажки. Ну вот так это все выглядит, как есть. Я не позорю. Кто-то скажет, Алексей, ты позоришь Колывань в интернете. Господи, зачем это ты делаешь? Я как-то... Здесь у нас такие же грибы. Здесь и не больше, чем в Ордынском. Вот. Именно грибы. Не кучи, нет. Вот. Здесь у нас не позорю я нисколько. Я просто демонстрирую, что вот здесь так, а там вот так. Я бы хотел, как бы, чтобы там заголовки сравниваем на двух глав. По-моему, я сейчас найду в интернете и прям поставлю, с какого времени работает глава района Ордынского и глава района Колывани. Вот. Что изменилось, что происходит. Как это все... Ну, есть ли результаты? А вы поставите лайки за Ордынку, за Ордынск, за Ордынское. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, потому что там написано Ордынск, потом Ордынское рабочий поселок. По-разному как-то. Нет у меня единого мнения. Вот здесь вот такие ветки мешают ходить. Ну, там тоже был человек, 70 часов делал, а, видимо, уже опять надо ему назначать. Вот. Здесь у нас тоже были, были. Вот в этом месте была скамеечка, она ушла. Вот здесь тоже была скамеечка, ушла. Вот здесь тоже была скамеечка, она ушла. Ну, скамеечки все с ногами. Здесь тоже была скамеечка, она тоже ушла. А рядом со скамеечками мусор И решили с мусором бороться именно так Убрать скамеечки не будет мусора Осталось вот здесь тоже было 4 Здесь было Но осталось вот это И вот здесь все пропало Соответственно я и говорю нет скамеек, нет мусора Вот такое вот у нас Историческое поселение Рабочий поселок Ковыла Хотя вот такие здания Уникальные архитектуры Уникальные Это позапрошлого века Строительство Ревпроспект Хотя называется не так, нету такой таблички Репроспект не существует Это улица Ревпроспект Или революционный Я не знаю как проспект Особенность у нас скалывания Никто не знает как правильно называется У одних в паспорте так написано Ну и вот здесь тоже историческое здание Красивое Здесь ну жалко Жалко, что в таком состоянии все это находится Можно было бы как-то это все красоту-то навести На здании прибито черти что Хотя оно по-моему историческое Охраняется государством Хотя не знаю Вот здесь Здесь, здесь Все это очень красиво И такие вот даже есть Если присмотритесь Буквочки Н А с той стороны ТФ Я не помню как они расшифровываются Забыл, мне говорили Ну там Это была не окошко Это была дверь Здания разрушаются Никакого Ну Я реально говорю Никакого За ними ухода не существует Все это зарастает Там все это Заросли И через 2-3 года Здесь будут деревья Значительно выше Здесь был магазин Все это Центральная улица Ревпроспект Зарастает Бурьяном Вот Никому не выписывают По 70 часов больше Видимо так 1900 года Дом купца Краткова Точно я знаю И вот это все Тоже у нас Достопримечательность Это исторический памятник Вот здесь У нас существуют Приемные КПРФ Там местного отделения Единой России Они это все Приводят в человеческий вид Красиво все Прибирают Каждый раз у них Субботник И так далее Ну поэтому В таком все В идеальном порядке Вот Ну что Люди работают Трудятся Дальше Дальше Особенно Вот помните Я тоже в Ордынском Говорю А вот это что такое А вот это что за цветы Через дорогу А что там везде Вазочки А что это Почему так все Красиво и прибрано Сутруга называла Цветки Я не помню Как они называются То есть Но это достаточно Особенные цветы Которыми За которыми Уход и уход У нас Вот в районном поселке Вот так Я хотел бы Чтобы вы просто Сказали Ну где лучше Там или вот там Вот у нас Здесь тротуар Ну тротуарная плитка Здесь У нас Асфальт Происходит Здесь что-то Лепешки не хватило Доделать Это все дело Соответственно Тут трава Тут не трава Да Самое интересное Я говорил О том Что Превращает Администрацию Поселковую В бассейн И вот вся вода Она сюда вот идет И скапливается Откуда она идет Смотрите Вот так вот Она идет 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 Здесь хотя Выкопан Огромный Вот в этом месте Огромный Колодец Куда должна Уходить вода Но она Понятное дело Со всей колывани Она наполняется За полчаса И с левой стороны Вот здесь Все это водосток И вроде должно Уходить Вот в этот колодец Но он просуществовал Или как сказать Может пользу Приносил полгода И на этом все закончилось Сейчас в этом В этой канаве Все заросло травой И на этом все Цветы Сравните Количество цветов Около Колывани Колыванской администрации И около Ордынской Поселковой Администрации Я считаю Что две большие Разницы Дальше Как ни странно Как ни странно Ну вот Зелень Все это В зелени Утопает Здесь Тоже обращал Внимание Интересно То есть Вот здесь Вот в этом месте Была придумана Остановка Вот на этом месте Была придумана Остановка Я говорю Если остановку Сделаете Проезжать детский садик Будете на руках носить Еду Там продукты Как-то все Смогли переделать Вот Здесь у нас тоже Красота Это вот Около Детского садика Красотища Все благоустроено Цветет Деревья Сады Доски Вот такие Пешеходные Хотя в прошлом году Все это делали Ну чтобы как-то В детский сад Можно было пройти И выйти А иначе как А иначе Водой все Затопит Весь детский сад Ну Решение Найдено Оптимальное Две доски И все дела А что придумывать Не надо ничего придумывать Все В детский садик Пускай Плывет Я не знаю Там они дальше Разводят эти ручейки Или нет Потому что Посмотрите Ну все вот Ну если пряменько Ну наверное Внутрь все Ну куда-то уплывает Это все Я не знаю Да Так и задумывалось Дорожное покрытие С уровнем И все Чтоб сюда плыло А тротуар Он вот такой Ну не асфальтовый Это плитка тротуарная По которой И плывут ручейки Да Плывут ручейки Помните Я тоже рассказывал Еще На что я обращал Внимание В Ордынском Посмотрите Да Вот здесь лужа То есть У них Остановки Вот сюда Вот как бы Вверх Ну Приподнимается Чтобы вода Чтобы вода Уходила Да Да Сейчас Дойдем А у нас Наоборот У нас В Колыване Специфика Такая Чем дальше От дороги Тем вниз Перехожу Я вот через Противоположную Через Через дорогу Да Люди говорят Алексей Смотри Смотри Байдарки Байдарки Нет Ну на самом деле Дети будут Идти в школу С первого сентября Им остается Четыре дня Такие дожди Не потому что Четыре дня На учебе Смотрите Год Да Да Все мы утонем Вот такая у нас Достопримечательность Мы любим На байдарках На кочке Мы находимся Колыване Это на бугре Не знаю Фотографию Найдете Где-нибудь В интернете Колыване Вообще Вот реально На пупу Это пуп земли Но у нас В центре колывания Мы любим Байдарки Об этом Разговор был Вот об эту дорогу Все это Запланировано И было там Не помню уже Сколько миллионов рублей Она Один год была В зиму ушла С одной стороны А вторая была провалена Потом они Вторую половину Асфальта снимали Это кино и немцы Никакие прокуроры Никакие депутаты Никакие следственные комитеты Им все без разницы Это не их дело И вот здесь у нас Около центральный Ну вот я еще раз говорю Давайте смотрю Детская библиотека Центральная библиотека Советская 40 Вы не верите А пройти нельзя Нет Одно время Одно время Здесь Вот в это Вот здесь Даже не было заасфальтировано Здесь просто Она асфальтировалась Отдельно от дороги Вот это вся история Куда уходит вода А ну я помните Да Только что прошли Через дорогу По наверху По верхней Степь По верхней Кухатуре Все это Ни одной трубы Через дорогу Не положено Не существует Нет Дорога идет По моему там Два километра 1,7 И ни одной трубы Сквозь нее нету Хотя левая сторона Колывания Точно выше А правая Точно ниже Но Додуматься До трубы Через дорогу Не у нас Нет И вот таким образом Все это идет Идет И в детский садик Особенности И преимущества Колываний Становится все Очевиднее Очевиднее Нету у нас Ну я уже говорю Там Либо Мозга Либо совести Ну либо и того И другого Не знаю Вот Да еще вот Эта вот история Сейчас Ну вот Посмотрите Да Вот видите Идет дорога А все Съезды туда Они все ниже То есть С дороги Вода там стоит Она стоит летом Она стоит зимой Она стоит весной Она там стоит осенью И вот так Чтобы было Как-то там Приподнято И как бы Для ума Не оно Вот единственное место Ну потому что Здесь по Как это По склону Прямо здесь Чуть-чуть выше Хотя вот это место Вот это вот место Опять же Не знаю Как показать Ну вот это Здесь всегда яма И вот Была Была Потом вот замазали Я не знаю Каким способом Уникальным Но до тротуара Дело не дошло Тротуары Не наше Колыванское Преимущество Дальше вот Смотрите Смотрите Просто Я не знаю Вот Вот так вода идет Дальше у нее Дорога с левой стороны Выше Вся дорога выше И все идет Вот в это озеро Около детской библиотеки Ну специально же настроено Ну а как по-другому Ну неужели здесь Можно положить трубу Да вы что С ума сошли Какая еще здесь Может быть труба Какая В колыване Трубы не бывает Под дорогами Нет Не оно Невозможно 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 Дальше С правой стороны Вверх С левой стороны Вниз А вот здесь Все преграда Вода не должна Проходить через Эти тротуары Никак Это тротуар В первую школу Колыванскую Не знаю Не увидел я Не дошел До Ордынской Школы Посмотреть Как там Все сделано Но у нас Вот Это Всегда так Я не знаю В 79 году Пошел в школу И вот этот столб Тут исталь Стоял И вот эти плитки Точно здесь же Стояли Да И вот эта дорога Такая же и была Ничего не поменялось За За 50 лет За 40 Дереви только выросли Вот здесь у нас Уникальная вещь Да Вот видите Как машина Паркуются Замечательные вещи Я не заметил Что в Ордынке Вот такая Специфика была Как у нас Вот эти вот ямы При парковке К магазину В центре Колывани То есть Вот оно Дорожное покрытие И вот здесь Замечательная парковка Вот так вот В эту сторону Причем Я не знаю Вот зимой Кто обращает внимание Ну здесь просто яма И ничего не выгребает И ничего Никаким образом Не выметается А лужи Вот здесь стоят Здесь Около магазина Мариера Ну такая специфика Я не понимаю Почему Не сравнить С Ордынкой Как-то они На это понимают Что Ну здесь Должно быть сухо И вода должна уходить В Колыване наоборот Вода должна стоять На парковках И не уходить Не знаю Какая-то сломанная логика Вот что есть То есть На отличие Это дом культуры Это дом культуры Не знаю Охота была сказать Юность Но нет Не знаю Как называется Рядом здесь Написано Вот такая С QR-кодом Можно даже Попробовать QR-код Прочитать Какие-то технологии В Ордынке Существуют Центральный парк Что здесь У них Существует В Центральном парке Смотрите Как знаете Я Другая страна Что ли Прям хренась Ордынка Государство Сменилось Вот Какие надписи У нас Около памятника И что здесь Сделано Не знаю Я считаю Ну это прям Заказ Как-то Литье Какое-то Не знаю Ну приятно Смотреть Герой Советского Союза Лыков Василий Михайлович У нас что Героев Советского Союза В Калаванском районе Нет достойных Чтобы их Вот так вот В камне сделали Мардакин Николай Иванович Молодые Вообще Ребята Димаков Александр Иванович Может От улицы Даже есть В честь Их Да Удивляет Еще Вот это Дед Чай Там Прадед Уже Ивлев Гаврил Михайлович Вот такая Штуковина Чисто Не бутылок Блин Почему Нету Рядом Ну вот Было бы Там В нашем Парке Что-то Типа Такого Бесплатные Бесплатные Касели Карусели Да Я понимаю Что это Советские Наверное Еще Времен Многие Веси Но Вот так Вот сделано Однако Мусор Да Там У нас Там Глаз Выпал Конечно Глаз Выпал Просто Глаз Выпал То есть Вы посмотрите Там Да Не работает Да Не крутится Нет такого Но Фонтан Колывань Не достойно Фонтана Не знаю В каком году Это все сделано Да Там Есть Недостатки Их немало Но Запланировано И сделано Вообще Вот это Вот Как это Парапет Шикарный Вообще Такого Хорошего Материала Да Внутри Все Отщелкалось Видимо Там То ли Зимой Эксплуатировали То ли Еще Такая Классная Колонна Не знаю Может Здесь Вот Там Да Есть Дефекты Все Это Куда-то Провалилось Куда-то Девалось И так Далее Да Вот В таком Состоянии Там Еще Какая-то Мельница Давайте Покажу Ну В нашем Прям Из головы Вылетело Пичугино Парки Пичугино Почему Нельзя Такое Даже Ну Не знаю Какой-то Проект Кто-то С Грант Или Что Там Почему Что Как Даль Вот Это Вот Есть Да Там Какая-то Мельница Водяная Ну Я понимаю Что Ордынка Как раз На этих Мельницах Там Выросла Стави И это История Потому Что Здесь Там Дверь И Соединяется И так Далее И тому Подобное Ну Там Красиво Красивые Сосны Чисто Я Не Нашел Ни Одной Полторашки Ни Одного И пачки Окурок Сигарет Ни Одного Но Я Не Вижу Я Не Вижу Ну Значит Здесь Ходят Люди И Что-то Прибирается Желание Возникло В парк Пичугино Сходить Здесь Все Просто Выгул Собак На территории Парка Запрещен Штраф 3000 Рублей Ведется Видеонаблюдение Площадь Находится Под Видеонаблюдением Ну Я Был На Этой Сессии Когда Артюхову Предлагали Видеокамеры Поставить В Колыване Стоимость Работ Там Примерно Полмиллиона Там 800 Тысяч Рублей Александр Апатий Вставал И говорил Да У меня Все Это Работает Мы Решили Нет Давайте Крыльичко Около Администрации Сделаем И потратим Эти Деньги На Крыльичко Около Администрации 300 лет Артюхову Колыва Не младше Ну Около Того Сопоставимо Все Это Посмотрите Как Красиво Все Не видно Сейчас Попробую Еще Вот так Поближе Подойди Ну Короче Вот Такой Вот 300 лет Артюхову Нашлись Деньги Не Украли Никуда По карманам Не распихали Позади Такая Вот Не знаю Витиеватая Дорожка Прогулочная Да Ну Видно Все Это Сосны И Воронья Как у нас Такого Там На кладбище Такого Нету На свалках Такого Нету Какое Воронье Каркает У нас В парке Пичугина Так Сейчас Еще Вот Туда Дойду За Одним Кадром Дай Досниму Вот Такие Домики Пень Не стали Вытаскивать Просто Сверху Нацепили Домик И Стало Вот Такое Да Голуби Есть Стало Бабки Ёшкин Какой-то Домик Такой Здесь Еще Большущий Огромный Бесплатный Без Всяких Там Оплаты Аттракцион Просто Заходят Ребятишки Мамы С ребятишками Они тут Бегают По лесенкам Вот этим Вот Прыгают Наверх На горке Здесь Какие-то Шажочки Может Я что-то Не доглядываю Может Там реально У нас Крутой Парк В Пичугине Сосны Огромные Не сосны Это Ёлки Ели Крутилочки Да Вот сюда Я не дошел Ну Очень Сопоставимо То есть У нас Парк Пичугина Рядом Таблички С героями Колыванс Советского Союза Колыванского Района И Вот Такой Вот Монумент У нас Там Еще Жертвам Репрессий Там Афганцам И так далее И тому подобное Все это Конечно Есть Вот Все Тоже Сопоставимо Да Вот Такой Человек Интересный Монумент Да Пониже Чем у нас У нас Это все Я помню Как его Устанавливали Все Мое Детское Время Вот Этот Нержавейка Нам досталось Из Нержавейки Все это Красиво Мы смотрели Что за металл Такой Интересный Больших Размеров Вот Здесь Аллея Воинской Славы Вот Фрунзе Михаил Осеич Интересно Великий Полководца А просто Сюда Я уже Думал Имеет Вношение Кордынки Да Вот Такие Штуки Они Нужны Никуда Подниматься Конечно Здесь Конечно Претензий Много Ничего Не видно Все Стерлось Воздушно-тесатные Войска Тридцатый Год Да Этот Вроде Поцелее Тот Плоховато Лазером Нанесли Но Смело Слабовато Пробилось Да Баннеры Да Вот Центр мира Ордынская По факту Центр России Так и есть Как Новосибирская Область Так и вот Ордынская В центре России Находится Даже Карта Все Ничего Сложного Этот Дубок Посажен Участником Великой Отечественной Войны Не вырастет Не принялся Здесь Пограничники Ну Две Большие Разницы Друзья Ну Прям Не знаю Я У меня Вызывает Приятные Такие Вот Ощущения Что здесь Как минимум Уборка Проходит Здесь Как-то Люди Думают Воспринимают Это Все Как-то Что Как Единый Комплекс Там Не знаю Школьников Привезти Пройтись Показать Им Там Что Что Было Что Представляет Ордынский район Вообще В истории Какие Фамилии Есть Да Солдатам Невернувшимся Не вернувшимся С Афганской Да С Афганской Войны Вот Что Представляет Из себя Парк По сравнению С Парком Пичугина В Колованском Районе В Селе Или Рабочий Поселок Ордынская Новосибирской Области Это Районный поселок Районный поселок Новосибирской области Тут еще карта хочу пройти Вот это вот еще показать Вот это как-то интересно Вот смотрите как придумано Ну надо же перенимать позитивный опыт Село Старый Шарап основано в 1603 году Ликвидировано в 1954 году При строительстве Новосибирской ГЭС В 1954 ГЭС построили Деревня Темного Основана Ликвидирована Ну да вот интересно Здесь вот такая Аллея памяти Не аллея Деревня Темного Тоже Деревня Тихонова Основана Ликвидирована В принципе Я так точно вам скажу Не на территории Колованского района У меня даже прямо есть Целая карта Ликвидированные деревни Колыванского района Ну там сейчас уже и школы Отдельно в некоторых деревьях Деревнях Деревня Луговая Деревня Половинная Сколько ликвидировано Теперь вопрос Внизу напишите На ютуб выставлю Сколько деревень в Колыванском районе Ликвидировано В Колыванском районе В результате коллективизации Даже такое бывает В 29 году Бочарова заимка Там маленькая совсем Деревня Виноградовка Укропнение колхозов Ликвидировано в 1976 году Укропнение колхозов Ельцовка Деревня Ельцовка Шляпова При строительстве ГЭС в 1954 Не, вообще ордынцы молодцы Молодцы, молодцы Кто вот это придумал Прямо надо фамилию Придумано тем-то, тем-то Человеком Ирмень Ликвидировано в 1954 году Затопление в результате постройки Новосибирской ГЭС Да, молодцы Молодцы А теперь Колывань Вот она, площадь Победы Так называние у нее Здесь у нас Старинные дома С левой стороны В конце аллеи Главная улица Московская Двойную ширину Она имеет по сравнению с другими Улицами в Колыване Вдалеке здание администрации района И здесь просто в сравнении С ордынским Памятник погибшим воинам В Великой Отечественной войне Здесь начинается памятник Жертвам политических репрессий Вечная память Актуальна как никогда Труженикам тыла И детям войны посвящается Дальше слава павшим Победителям и героям Огромный монумент Огромный монумент Да, здесь, конечно Ну Плиткой выложено Все это вот Про эту стелу Из нержавейки я говорил Вот она высоченных размеров Гораздо выше, конечно Чем в Ордынске Вот И там дальше еще памятник афганцам И Всем, кто В конфликтах каких-то там участвовал Дальше Вот такая тут у нас клумба Замечательная И, конечно В сравнении С Ордынскими Монументами Героем Советского Союза Ну вот Что Находится у нас Парк имени Пичугина И вот здесь у нас вот такие Не знаю как Памятные доски Которые В Колыване Полный кавалер орденов славы Токачев Яков Петрович И Что Как сказать В положительную сторону Отличается Здесь около каждого Существует Вот такая надпись Родился в 12-м году Кондакова Колыванского района Ну и дальше его История И его Ну подвиг Описан За что Звание Героя Советского Союза Полный кавалер орденов славы Полный кавалер орденов славы А вот здесь Герой Советского Союза Сергеенко Соловьев Пичугин В честь которого Назван этот парк Вот Дальше Конечно Удручает Что рядом с Героями Советского Союза Вот такая вот Такое вот ограждение Удручающего вида Удручающего вида И с фасадной стороны Можно сказать Центральная тоже Улица Улица Революционный проспект Но сделано Не так Совершенно по другому Нежели В Ордынском Ну то есть Видно одна Сломанная Там пролетина Вторая Висят Деревья до земли Некому их подстричь Один человек Там получал 70 часов Принудительных работ И он с правой стороны Деревья Там на 2,5 метра Березы Эти все Подрезал Дальше Хочу показать Следующее Сравнивая парк Сравнивая парк То есть Вот здесь Так это все Заканчивается И дальше У нас По парку Имени Пичугина Я считаю Что благодаря Главе поселка Почему-то Так мне кажется Произошла Вот такая Вот Модернизация Этого Ну темного Темного Не знаю Проулка Так скажу Проулка Замечательно Что здесь Вот так Плитка Изло Загнута В одном Из репортажей Так говорю Что можно Загибать Ну видимо Так сделали Может такое Стечение обстоятельств Дальше Здесь У нас Замечательная Улица Замечательная Фонарка Вот Все это Светло Не хватает Конечно Каких-то Скамеечек Хорошо это Или плохо И мусорок Хорошо это Или плохо Не знаю Конечно Кто-то говорит Здесь будут сидеть До ночи Кричать И мусорить В настоящий момент Конечно Негде здесь Присесть Это небольшой Такой минус Вот Дальше С левой стороны Высажены Тоже Клен Забыла Какой он там Называется Название у него Клен И с правой стороны Вот храм Или Территория Эпархии И вот это Все Здесь Вот такими Кучами Остается Я не знаю То ли это Бесхозное То ли это Никому не нужное То ли это Там Частный Предприниматель Таким образом Распоряжается Этой территорией Вот такая у нас Площадка С песочком Все засыпано Не знаю Конечно Как-то знаете Вот Не два Не полтора Здесь Шире Там Уже Она сделана Тоже Ну поставлена Без привязки к местности Абсолютно без разницы Здесь Это моя слабое Место Там проверять Мусор Вот Дальше Что у нас дальше В парке Пичугина В парке Героя Советского Союза Вот Сейчас посмотрите Что дальше Ну конечно Вот это вообще Не красит Вообще не красит Вот это куча Сваленные Я так думаю С весны Никому это не надо Здесь трава Прибрана Подкошена Конечно Иногда Опять же Вот Выглядывают Сквозь траву Гигантские Кучи Мусора И дальше У нас есть Несколько Цветников Которому я Иду Которые идут В центре По центру дорожки Ведущему К храму К храму Вот Дорожка Конечно Ну Не предназначена Вообще Для перемещения Она просто Протоптана Вот К храму У нас Как она Животворный Что-то там Троица Восстановлен Ну Не знаю Работает Не работает Колокольный Звон Не знаю Слышал Не слышал Редко Очень все это Происходит Такая вот История Дальше В течение Последнего Месяца Появилась Вот такая Аллея Аллея Героев В честь Восьмидесятилетия Победы В Великой Отечественной Войне Здесь Герои Советского Союза Кузнецов Александр Николаевич Звезда Вверху Табличка Портрет Фотография Дальше Пичугин Тоже Звезда Герои Союза Дальше Вот такая Вот аллея Ну Сопоставима Она с тем Что мы Видели В Ордынке Сравните Значит Единственное О чем Речь То это Вот эта Штука Смущает Храм По дороге К храму Полным Полно Звезд Просто Была такая История Интересная На территории Храма Александра Невского Тоже На Колыване В Колыване Существует Памятник Погибшим Героям Защищавшим Советскую Власть И там Сдолблена Убрана Ликвидирована Звездочка Я долго Мы долго Я Николай Александров Обсялись Писали Жалобы И так далее Чтобы восстановили Этот памятник На территории Церкви Или храма Там Александра Невского И Настоятельница Категорической форме Отвергала Все это дело А здесь Вот он Храм По дороге К храму Но они там Прямо Ссылались На то Что это Сатанинские Звезды И так далее И тому подобное Мы как бы Верующие люди А звезда Это там Человеконенавистническая Вещь И мы против Того Чтобы звездочка Которая исторически У меня даже есть Фотография С этой звездочкой Памятника И она Оттуда Ну убрана Ну вот Мы Типа там И зимой Не будем отгребать Или там Будем отгребать Не помню Там у нас Все это было Интересная история Однако Вот в Колыване Я не знаю Как будто Дисбаланс Какой-то происходит То есть У одной церкви Звездочку Одну Нельзя поставить А около другой По дороге К другой Церкви Или там Храму Полным Полно звезд Если посчитать Я не знаю Но хочется Давайте просто Посчитаем Для того Чтобы было интересно Ну вот То есть Там одно Не место А вот здесь Раз Два Вверху И внизу Ну вот Видно Вверху Звездочка Внизу Два Вот здесь Три Дальше Четыре На груди У него Пять Да Дальше Шесть Здесь Семь Тоже Есть Семь Здесь Смотрите Восемь Девять Десять Да И на груди Там Ну не видно Пускай Десять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Непонятно Здесь Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Здесь Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать 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 Две Звезды Нормальные Для церкви Для По дороге Церкви А там Одной Звездочке У нас Ну Крайне Их Там Возбуждает Что-то тут непонятно Вот я говорю, Колывань Острог Колыванский Что нельзя такого придумать? Нанять человечка, который сделал бы за 100 тысяч рублей Два таких чурбана У нас это реально, это перебор У нас не на это все заточено Две скамеечки Вот не знаю, парк Пичугина Вход в парк Пичугина, представляете вот так? Да, понимаю, что там Пичугин Это там герой Великой Отечественной войны С одной стороны вот так заходим А с другой стороны Колывань, Чаусский, Острог И так далее, Колывань историческая Дальше заходим Не знаю, как это Три дороги здесь кирпича большого не хватает Огромные глыбы, да, чтобы они разошлись Как вот этот Витязь там расходит Налево пойдешь, то, прям пойдешь, то Направо пойдешь, то Интересно Мне не знаю, что это такое, не пойду дальше Воздух вообще такой, как вот в Кудельцовском бару Вообще красота Представляете, у нас был бы в парке Пичугина Такой воздух, такой сосен Было бы красиво Ёлки, конечно, остроконечные Не любитель я ёлок Но это дело вкуса Видно, что подстрижено Видно, что что-то сделано И опять Вот этот вот асфальт И вот этот парк Пичугин Вы посмотрите, из чего сделано Сечка Из цепей Сечка Просто из гаи палок И никто не разобьет Вот как у нас в парке Пичугина Придумали Битву с восстановлением Одни затратили Другие восстановили Деньги, деньги, деньги Не знаю Не понимаю Нет у меня объяснений Дальше, друзья Смотрите, помните Там в парке В Ордынке Я видел бассейн Бассейн Ну, не бассейн Неправильно А фонтан Фонтан И то, что существует В Ордынке Вот так выглядит В Колыване Посмотрите Как разметенные дорожечки Все чистенько Аккуратненько Нету никаких Ни бутылок Тоже Ни мусорок Ничего Просто бурьяны все Ну, не кошены никогда Там какие-то детские площадки Вот Вот так вот В таком состоянии Все подметено Красота Дальше Вот здесь Вот у нас Вот такой вот фонтан Ну, сравните Абсолютно Сопоставимо Колыване С 12 тысячами населения В близлежащий К Новосибирску Район Самый близкий Вот здесь Я не знаю Что это такое Что-то какая-то Красота такая Зеленая Красивая Ну, не знаю Вот такое вот Ну, да Сокровище наше Вот Здесь И В Ордынке Которая находится Там за сколько Километров Сто с лишним Вот Что там происходит Может быть Близость К Новосибирску Вот В какой-то мере Наоборот Превращает его В свалку Потому что Ну Действительно На свалку Колывани Везут Там уже Из Новосибирска В Ордынскую На Ордынскую свалку Вряд ли Мусор повезут Ну и здесь Тоже все это У нас Ну, прибрано И в красивой форме Не критикую Все просто Ну Ну, гораздо лучше Чем в Ордынске Вот И там тоже Все это Ну, не сравнить Здесь у нас Есть местная Достопримечательность Местная Достопримечательность Рядом с памятником Это заросли Крапивы Вот такие Ну, это Крапива Татарская То есть здесь Скотине ходить И человеку Очень опасно Неприятно И здесь тоже Заросли крапивы Достопримечательность Это центр Колывани И это тоже Ну, отсутствие Мусора Вот Это дорожка Которая По дороге Сокращают люди И вот Вдоль этой всей дороги Ну Очень прибрано Все красиво Подстрижено В идеальном состоянии Даже так могу сказать Находится Вот такой у нас Ну Парк Парк В идеальном состоянии Лучше Представить Невозможно Здесь у нас все Дорога к храму Да Там тоже Вроде бы Как так И Здесь Тоже есть Можно отметить Единственное Отличие Отличие Или упоминание О том Что Колывань Это историческое поселение А историческое поселение На въезде только есть Там Здесь вот такие дома Это тоже историческое здание Оно Охраняется государством Да И вот здесь у нас есть Вывески Которые Которые Каким-то образом Уникальным образом Ну Появились в Колыване Колывань Историческое Московский тракт Вот здесь Вот тоже Старинная фотография Колывань Улица Покровская Ревпроспект Начало Да И там вот такой Огромный Огромный храм Стоял Это бывшая И там Сегодняшняя Вторая школа Рядом с ней Это все стояло Здесь тоже Кроме вот этих Три Пять Пять Стендов Которые стоят На непонятном месте Так скажу Да На непонятном месте Не На непроходном Абсолютно Вот Здесь раньше был музей Как-то еще в музей Люди ходили И как-то Останавливали здесь автобусы И мимо этого дела Проходили Сейчас Здесь Ну Никакие автобусы Не останавливаются И ничего здесь нету Здесь вот такая Гигантская площадка Ну вот здесь Снесли Исторические Дома Да Потом И восстановили Магазин Печерочка Вот в таком вот Ну Шоколадном Да Ну Как шоколад В цвете Достаточно Ну Своеобразно То есть Колывань Вся превращается Постепенно Вот в такие Шоколадных домах Ну Сами понимаете Что за шоколад Такой Какого цвета Шоколад Что есть То есть Ну вот Сравнили Посмотрели Да Здесь у нас Еще конечно Есть Тоже Монумент Да Здесь Как бы Более-менее На площадке Мусора Немного Так Могу сказать Ночью Ребята сюда Подъезжают Там что-то Останавливаются Что-то делают Звук Наверное Подает И вот здесь Есть памятник Николу Чудотворцу Чудотворец Все это делает Да Вот такой вот У нас Монумент С цветами И все И дальше К традиционному Колыванской Ценности Хотелось бы Обратиться К травникам Андрея Александровича Скажите Вот чем Провинилась Колывань Чем Она провинилась Что в колыване Вот такое Все происходит Совсем Не такое Как в Ордынке Можете Как-то Вот вы Парировать Сказать Алексей Ничего страшного Вы не к такой Срачу К такому Привыкли Вы привыкнете Еще и к другому Вот это Вот все Это нормальные вещи И ты один Это видишь А все остальные Колыванцы Этого не видят И они Воспринимают Это как данность Подумаешь Коровы ходят Подумаешь Все заоросшее Подумаешь Никто ничего не стригет Подумаешь 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 Ничего страшного нет Вот у нас Герой Советского Союза Дмитрий Николаевич Пичугин Ну вот такой вот Памятник То есть Что есть Что есть Подумаешь Ну и что Подумаешь Тротуаров не существует Подумаешь Да Привыкайте Не бастуйте Соглашайтесь со всем Это же ваша судьба Колыванцы Они реально Молчат даже в чатах Лайк поставить не могут Вот такая их Судьба Терпил Вот Терпите И дальше Андрей Александрович Ну спасибо вам Да За то что Как сказать Как это слово То сказать Подсуропили Вот это слово Скажем Подсуропили На такого Замечательного Главу Который Вот Вот Совсем Не такой Как Орел Вот так могу Сказать Ордынцы Уважаемые Уважаемые Колыванцы Проголосуйте Пожалуйста Внизу В описании Есть два сообщения Одно Голосуется За Ордынку Другое Голосуется За Колывань Большое вам Спасибо Что одолели Это видео До конца Другое Редактор субтитров